Парад техники, показательный захват преступников и полевая кухня. В Сочи прошло торжественное построение сочинского гарнизона. Служба занятости защитникам Отечества, ярмарки вакансий по таким названиям проходят в эти дни по всему краю. Пограничник, моряк, пехотинец и чемпион. За победу борются все. В Сочи у спортшколы появилась новая граффити. В Сочи представили историю любви старинной. Так называется выставка, которая открылась в музее Островского. В Сбербанке обещали рассмотреть возможность покупки вторичного жилья по льготной ипотеке для семей с двумя и более детьми. Пока такой мерой поддержки можно воспользоваться, приобретая квартиры в новых домах. Об этом шла речь на встрече главы Кубани с руководством Юго-Западного отделения Сбербанка. Сегодня председатель подразделения Евгений Титов представил губернатору нового руководителя региональной сети Татьяну Сергеенко. Вениамин Кондратьев отметил, что за последние два года льготную ипотеку под 6% получили более 1600 семей с двумя и более детьми. Однако губернатор предложил пересмотреть условия и сделать доступным кредит под низкий процент и при покупке вторичного жилья. Немаловажный для нас вопрос. Это сегодня ипотека под 6% для семей, где 2 и более ребенка. И я хочу сказать, что у нас очень активно она в крае заработала. Но есть тоже один нюанс, который для нас очень важный. Вы сами знаете, что ипотека работает только на новое жилье на первичном рынке. А сельское место, она же у нас разная, сельские районы. То есть там они не могут привезти, потому что нет того количества жилья, которое строится, и где они могут взять ипотеку и купить себе жилье. Сами понимаете, Кубань – это аграрный край, это жительница страны. И, конечно, 4 миллиона жителей у нас проживают в сельской местности. Поэтому возможно ли распространить на вторичный рынок, на вторичный рынок приобретения жилья, вот эту ипотеку под 6%? На долю Сбербанка приходится 40% выданных средств по льготной ипотеке. Как отметил глава края, если кредит станет доступен для покупки вторичной недвижимости, в первую очередь им воспользуются жители сельской местности. Более 2 миллиардов рублей выделят на отдых и оздоровление детей в летний период. В Краснодаре прошло селекторное совещание, посвященное организации каникул. Его провела вице-губернатор Анна Менькова. На встрече присутствовали профильные министры, руководители силовых ведомств и МЧС. На видеосвязи заместители глав по соцвопросам. Ежегодно в наш регион для отдыха приезжают примерно 800 тысяч девочек и мальчиков не только из Краснодарского края, но и со всей России. В 2019-м Кубань показала хорошие результаты. Чтобы не сдавать позиции, к новому сезону нужно готовиться уже сейчас. В этом году изменилось федеральное законодательство. До 1 мая необходимо подать документы по инвентаризации здравниц и лагерей, чтобы учреждения попали в специальный перечень. Анна Менькова подчеркнула, такой всероссийский реестр – своеобразный знак качества для родителей, гарант того, что их дети находятся в безопасности. Вице-губернатор также дала поручение контрольным службам внимательно следить за тем, кто будет работать в здравницах. Нам нужно сегодня абсолютно четко соблюдать эти нормы. И все работники, которые трудоустраиваются в нашей здравнице, должны быть санитарными книжками и со всеми остальными документами, подтверждающими их статус, в том числе и статус их здоровья. Здравницы в этом смысле должны уже повзрослеть и должны в полной мере отвечать за то, что они делают и как они организовывают детский отдых. И в полной мере понимать, что на их плечах лежит ответственность за общение с регионами, из которых дети приезжают. Куратор соцблока дала поручение главным врачам муниципалитетов лично осмотреть здравницы на наличие медикаментов и оборудования, а также проверить квалификацию персонала. Еще на совещании обсудили пожарную безопасность в лагерях, проверку пляжей и мест отдыха, в том числе парков-аттракционов. Они стоят на защите мира и порядка, оберегают границы России и отстаивают ее интересы вдали от Родины. В Центральном концертном зале Краснодара действующих военнослужащих и тех, кто уже в запасе, в преддверии 23 февраля поздравил губернатор Краснодарского края. Глава Кубани вручил ветеранам Великой Отечественной войны памятные медали, выпущенные специально к 75-летию Победы. Фойе Центрального концертного зала заполняется буквально за час до торжественной части. Ветераны, офицеры, солдаты и кадеты с военной точностью приходят без опозданий. 23 февраля – дата, объединяющая все поколения. День Защитника Отечества сегодня напоминает о разных эпохах и разных битвах. Но, конечно же, абсолютно в каждой семье обязательно вспоминают тех, кто сражался в годы Великой Отечественной. Для ветеранов такие встречи – лишний повод, чтобы вспомнить о былых временах, о товарищах, которые не вернулись с фронта, и о победе, которая досталась невосполнимой ценой. Всю правду о кровопролитной и жестокой войне сегодня они пытаются донести до нынешнего поколения. Вот эти встречи необходимы, как и нам, уже уходящим, потому что мы уже из последнего эшелона, из последнего вагона даже, ну и подрастающему поколению, чтобы не прервалась связь поколений. Потому что сейчас очень много и за рубежом, и даже в нашем государстве пытаются переписать историю Великой Отечественной войны. Это Иваны, не помнящие родства. Они не знают, что даже делают. На тех, кто отважно боролся за родину и продолжает нести боевую службу и сегодня, с почетом и уважением смотрят молодые кадеты и курсанты. Для подрастающего поколения они наставники и старшие товарищи. Однако, как говорят сами воспитанники, училищ, чтобы защищать интересы своей страны, не обязательно носить погоны. Я считаю, это должны сделать все мальчишки, даже кто не смог поступить. Они должны защищать нашу страну, помнить, как защищали наши деды, прадеды, отцы. И обязательно нужно помнить и ждать военную службу. Это наш долг. Участники Великой Отечественной войны, узники концлагерей, труженики тыла сегодня заняли первые места в зрительном зале. Большинству из них уже трудно передвигаться, кому-то даже требуется помощь. Но когда звучит гимн, они снова в строю. Глава Кубани вручил ветеранам памятные медали. Их выпустили специально к 75-летию Великой Победы. Защитников Отечества Вениамин Кондратьев поздравил лично, спустившись со сцены. Рогачев Александр Иванович, участник Великой Отечественной войны. Губернатор отметил, что мы всегда обязаны чтить память тех, кто отдал свои жизни ради Родины, сохранить правду о победе и не дать ее переписать наш святой долг. Когда я вручал медали, я смотрел в глаза награжденным. Им уже не сказать, что много лет, но немало точно. И все они сказали фразу «служу своему Отечеству». Давайте просто будем их достойны, чтобы до последнего вздоха служить своему Отечеству, своей Родине служить. Она нуждается в нас, в защитниках, потому что других защитников у страны нет и у Кубани нет. Давайте помнить то, что в нас их гены и их кровь. В нас. И мы на самом деле потомки этого великого поколения. И мы не можем быть хуже. Мы не можем пострамить их. Давайте оставаться единым, мощным народом. Понимать, что это незримая нить потомков народа-победителя, народа-освободителя. Она нас всех связывает. Всех. Не дай Бог нам эту нить разорвать. Отдельные слова благодарности звучат в адрес тех, кто прошел суровую школу локальных конфликтов. Российские военнослужащие проявили свою отвагу и бесстрашие в Афганистане, Сирии и других странах. Радная служба во славу Отечества почиталась в нашей стране во все времена. Солдаты сражались за победу и добивались ее не только благодаря своей выучке и оружию. Сила духа. Вот что всегда отличало российский народ. Мы, конечно, живем в мирное время. Но защищать Отечество – это долг каждого из нас. Но я хочу сказать с этой сцены слова благодарности тем, кто службу по защите Отечества выбрал смыслом своей жизни. Это сегодняшние офицеры, сегодняшние курсанты, люди мужества, самоотдачи, самопожертвования. Ведь Россия мощная, современная Россия нуждается именно в таких защитниках. Я всех хочу поздравить с Днем Защитника Отечества. Это по-настоящему народный праздник. В каждой российской семье ни по одному защитнику Отечества. Я верю, что сегодня мы все понимаем и чувствуем ответственность, каждый на своих плечах, за то, что мы делаем в своей повседневной жизни, в своей службе, в своем служении в великой стране и нашему благодатному Краснодарскому краю. С праздником, с Днем Защитника Отечества. Сегодня в зале было много молодых курсантов, будущих защитников Родины. Наследники народа, победителя стараются быть достойными великого прошлого нашей страны. От ветеранов и свидетелей войны они уже знают, нет ничего ценнее мира на родной земле. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Защитника Отечества, прошли и в Сочи. На площади перед Зимним театром развернулись военная техника и полевая кухня. А также прошел парад. Торжественное построение военнослужащих сочинского гарнизона и сотрудников силовых ведомств по традиции прошло на Театральной площади с наступающим Днем Защитника Отечества и предстоящим 75-летием за Дня Победы. Всех, кто стоит на страже правопорядка, поздравил глава города. В этот день мы вспоминаем тех, кто защищал нашу страну на фронтах Великой Отечественной войны, кто исполнял свой воинский долг многочисленных локальных конфликтов, кто сегодня честно и преданно служит своей стране. Вечная память героям, не дожившим до сегодняшнего дня. Крепкого здоровья и долгих лет жизни всем, кто сегодня стоит на страже мира и покоя наших граждан. Желаю всем счастья, стойкости духа, добра и благополучия. Поздравления также прозвучали от руководителей силовых структур и почетных гостей. Отличившимся сотрудникам ведомств вручили награды и почетные грамоты. После военнослужащие представители Кубанского казачьего войска и юнормейцы прошли по площади торжественным маршем. Завершилось торжество показательными выступлениями. Сотрудники сочинского ОМОН продемонстрировали мастерство рукопашного боя и представили зрителям примеры задержания и обезвреживания преступников. Для зрителей также была представлена спецтехника и вооружение, работала полевая кухня, где все желающие могли попробовать солдатскую кашу. В сам же праздник, 23 февраля, на мемориале в Завокзальном районе состоится торжественное возложение цветов к вечному огню. Кроме того, во всех районах курорта пройдут тематические концерты. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ А мы продолжаем наш проект «Календарь Победы». 21 февраля 1945-го сжималось кольцо вокруг Кёнигсберга. Противник стремился прорвать окружение, но наши войска и на земле, и по воздуху пресекли эти попытки. Советские истребители, несмотря на сильный огонь вражеских зениток, бомбили группировки фашистов, уничтожали технику. Восточную Пруссию немцы превратили в крепость, но сейчас эта крепость рушилась под напором советских войск. Шли бои из-за Познань. Вокруг нее сформировалась сильнейшая укрепленная полоса противника. Эта линия обороны представляла собой цепь фортов на расстоянии 500 метров друг от друга. Между ними находились доты и подземные ходы. Над каменными стенами, врытыми глубоко в землю, были возведены железобетонные крыши толщиной в 6-7 метров с бронированными колпаками для обзора. Перед фортами были вырыты рвы с колючей проволокой. Прорвать такой рубеж прямой атакой было невозможно, поэтому советские войска блокировали форты, разрывали их взаимодействие и затем завершали дело штурмом. Таким образом, в первые же дни боев Красной Армии было взято 6 фортов. А газета «Известия» публикует фильетон о безразличии некоторых чиновников к нуждам фронтовиков. В его основе реальная ситуация. Офицеру выдали отпуск на один день, чтобы изрегистрировать новорожденного сына и заодно брак с его матерью. Но фронтовик вернулся ни с чем. Чиновница отказала. Через 5 минут у нее заканчивался рабочий день. Газета называет такие поступки преступлением против морали. Поклон и память поколений. Под таким названием в гимназии номер один состоялся урок мужества. Участие в нем приняли несколько сотен учеников и городской совет ветеранов. Урока под названием «Поклон и память поколений» в обычном школьном расписании не найти его. Тема тоже не внесена в традиционную школьную программу. Сегодня у нас с вами предстоит очень нужный, интересный и познавательный урок мужества. Потому что мы сегодня с вами рассмотрим, что такое подвиг. О каждом герое подготовлены фильмы. В них история жизни участников войны порадовали ветеранов и театрализованные постановки. Выходила, песня заводила, праздник новостей заварила. Среди героев участник Великой Отечественной войны Павел Сюткин. Он не пропускает патриотические мероприятия и ведет активную общественную жизнь. Мне 98, вот уже сколько исполнится. И, конечно, всем интересно, что встретиться с таким человеком, ветераном. А для меня важно, чтобы они в моей беседе, в сострече восприняли что-то такое доброе, патриотическое. На уроке мужества школьники познакомились и с участником другой войны – афганской. Герой России Евгений Федотов уверен, такие встречи помогут ребятам правильно ориентироваться в жизни. Детям это нужно. Они должны, во всяком случае, научиться отсеивать ненужную информацию, а впитывать в себя именно то, что им в дальнейшем пригодится в жизни, уже как самим взрослым гражданам нашей страны. Эффект присутствия очень важен для информативной передачи, исторической правды, истории нашей страны, истории нашего народа. И ветераном всегда обладает глубоким чувством патриотизма. Участие в уроке мужества приняли пять образовательных учреждений Сочи. Конечно, мы всегда рассказываем о подвигах, но сегодня в зале находились герои. Герои России, герои Советского Союза, Великой Отечественной войны, локальных конфликтов, герои тыла. И сегодня дети увидели, что совершить подвиг – это просто честно жить. Это жить так, чтобы тебе не было стыдно, так, чтобы тебя уважали твои родные, так, чтобы от тебя исходил свет, добро, и ты мог помочь своей родине. Подобные встречи на курорте продолжатся. Они будут посвящены не только Дню Защитника Отечества, но и годовщине Великой Победы. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Субтитры предоставил DimaTorzok Ну и к другим новостям. В Сочи задержали закладчика наркотиков. 26-летнего приезжего из Карелии задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Полицейские во время ночного патрулирования остановили для проверки документов молодого человека, который подозрительно себя вел. В результате осмотра у 26-летнего жителя Карелии правоохранители обнаружили 17 полимерных свертков. Все изъятое было направлено на экспертизу. И согласно заключению эксперта, явилось наркотическим средством массой около 10 граммов. В ходе проведенных разбирателей задержанный сотрудникам полиции пояснил, что наркотическое средство собирался сбывать на территории города Сочи путем осуществления тайниковых закладов. Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до 20 лет тюрьмы. Служба занятости защитникам Отечества ярмарки-вакансий под таким названием проходит в эти дни по всему Краснодарскому краю. Ярмарки-вакансий, посвященные предстоящему 23 февраля, в регионе начали проводить с 17 числа. В Сочи ярмарки прошли во всех районах. В Центральном, например, 12 работодателей представили 269 вакансий. Что важно, они предлагали только официальное трудоустройство и белую зарплату. Все участники ярмарки не только могут пройти предварительное собеседование с работодателем, ознакомиться о ситуации на рынке труда как в городе Сочи, так и в Краснодарском крае, а также получить профориентационные услуги. Также они узнают, мы проконсультируем по вопросам трудоустройства, как можно открыть одно собственное дело. Кроме того, можно было получить консультации от специалистов инспекции труда Краснодарского края и Управления социальной политики города. Мы стараемся, конечно, максимально, чтобы у нас пообщались граждане с работодателями, напрямую провели собеседование и были трудоустроены. Иногда это доходит до порядка 30-40% трудоустройства. В среднем это где-то 15% трудоустройства по результатам ярмарки вакансий. С начала года в Центр занятости населения Сочи за поиском работы обратились порядка 1200 человек, из них почти 300 трудоустроились. Сейчас в базе данных Центра порядка 3500 вакансий от рабочих до административного персонала. То есть на одного незанятого гражданина, стоящего здесь на учете, приходится две вакансии. А с 4 по 6 марта в Сочи пройдет еще одна краевая акция – ярмарка вакансий «Профессиональный мир женщины». Акция приурочена к Международному женскому дню. Сочинцы могут принять участие в конкурсе «Семья года-2020». В Краснодарском крае стартует региональный этап конкурса. Его победители будут представлять регион на всероссийском этапе в Москве. Конкурс проводится в пятый раз и направлен на пропаганду семейных ценностей и ответственного родительства. В крае его организуют Министерство труда и социального развития Кубани, а на федеральном уровне Минтруд России. Будут определены победители в пяти номинациях – «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России» и «Семья-хранитель традиций». Отбор участников в городах и районах будет проводиться по заявкам с 1 марта по 1 апреля. Семьи должны представить в Управлении соцзащиты фото и видеоматериалы о себе. На региональном уровне финальный тур состоится 12-15 мая. Победители будут награждены памятными подарками и дипломами. Ну а в Сочи появилось новое граффити. Художники, известные в Сочи командой «You Feel My Skill», порадовали жителей города своей новой работой. На этот раз на тему Дня Победы и спорта. Граффити художники рисуют на улице Виноградной. В этом дворе расположена городская спортшкола единоборств, руководство которой выступило инициатором нового проекта. На подпорной стене сразу три сюжета и все выполнены в разных жанрах. Изначальная идея, так как в школе находится исторический клуб, изначальная идея как бы изобразить подвиг дедов и как бы изобразить самые основные ценности, которые должны очутить молодое поколение. Это подвиг наших предков, а также спорт, здоровый образ жизни. Здесь нарисованы фрагменты в разном жанре. Это как иллюстрация, так и фрагменты будет фотореализма, а также вот часть, которая находится за моей спиной, она выполнена в стиле поп-арт. В стиле поп-арт граффитисты нарисовали защитников Отечества, которые ковали Великую Победу. Здесь и моряк, и пехотинец. В своем классическом стиле монохромном изобразили пограничника, который защищает рубежи своей родины. А в стиле фотореализма спортсмена с медалями за первое место, который также символизирует победу. Всю эту картину члены команды нарисовали за три дня, но роспись еще не закончена. Финальную точку в виде цитат на заданную тему они поставят через два дня. В Сочи состоялся пятый юбилейный Сретенский бал, приуроченный к Православному дню молодежи и празднику Сретения. На торжественном мероприятии, организованном Сочинско-Тоапсинской епархии, собрались три сотни молодых людей в возрасте до 30 лет. На фоне всех кавалеров Джонни Булискерия выделяется своим смокингом. Ради дорогого костюма студент летом работал продавцом на пляже. Все для того, чтобы попасть на Сретенский бал, где действует строгий дресс-код. Платье в пол для девушек и вечерний костюм для мужчин. Внешний вид очень говорит много о человеке. Если человек скромный, то видно, что он человек воспитанный, не позволяя себе вульгарной одежды. Положительный внешний вид уже можно сказать, что человек сам по себе уже в первой стадии тоже положительный. А там уже идет общение, как сказал Сократ, заговори, и я тебя увижу. На балу Джонни участвуют в четырех видах танцев из пяти. Участники бала репетировали в течение нескольких месяцев. Этот бал мы проводим, конечно же, в первую очередь, для того, чтобы молодежь соприкоснулась с тем традициям, которые были утрачиваны у нас на Руси. Под классическую музыку молодежь может вспомнить старые танцы замечательные, изучить их, познакомиться. И все это проходит под эгидой Дня молодежи, потому что в Прославный День молодежи мы празднуем традиционно, в День Сретения Господня. В этом году на Сретенском балу прошла благотворительная акция. Участники могли пожертвовать деньги для нуждающихся. В этом году бал у нас еще благотворительный, то есть мы делаем благое дело, забираем для малоимущих и деток с диагнозами средства. То есть все, что будет выручено сегодня, будет направлено в помощь. На балу побывали около трехсот парней и девушек. Организаторы надеются, что с каждым годом участников будет все больше. Инга Габеши, а телекомпания ФКТ. В Сочи представили историю любви старинной. Так называется выставка, которая открылась сегодня в музее Островского. Авторы – семейная пара сочинских художников Ольга Жорже и Валерий Михайлов. Любовь к средневековью – главная нить, связывающая работы двух творческих людей в единую историю. Очень яркая, красочная, приуроченная к весне, к любви, к женским прекрасным образам. Это прекрасные работы, выполненные в технике акварельной живописи, графика, старинная гравюра. В экспозиции представлено около 30 работ. Ольга Жорже отдает предпочтение декоративной живописи, иллюстрации и прикладному искусству. А Валерий Михайлов, напротив, создает графические работы. Это одно из его любимых направлений. Выставка в музее Островского будет открыта до 21 марта. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.